Перед началом ролика рекомендую вам посмотреть канал шутера. Молодой парень снимает годные видео по сампу, нацеливаясь на РП-аудиторию. Загляни, если понравится, подпишись. Ссылочка находится в описании этого ролика. Приятного просмотра. Бум-бум. Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и мы продолжаем знакомиться с персонажами игры GTA San Andreas, которые по каким-то причинам не получили должного внимания в сюжете игры. О них есть только упоминания, а порой весь сюжет строится именно на них, но мы мало что знаем. И сегодня таким персонажем будет Беверли Джонсон, она же мать Карла, Шона, Брайна и Кэндалл. Беверли Джонсон растела в одиночку своих детей. По каким-то причинам отец не участвовал в воспитании, да и вообще про мужа Беверли ничего не известно. Он почти не фигурируется в сюжете игры, но упоминается в одном из диалогов Карла со старым Рисом. Рис как бы напоминает Карлу, что его отец Триксел так же, как и, собственно, Карл. Получается, что старый Рис был другом семьи и знал отца Карла, но это не точно. Беверли в молодости вела разгульный образ жизни, что, скорее всего, нагуляла своих детей. И это ни для кого не секрет, что в отцы в те времена часто бросали своих женщин с детьми на руках, так как боялись ответственности. И учитывая то, какая была преступность в то время, они, скорее всего, просто не доживали до зрелого возраста, чтобы задуматься о семье. Возможно, вообще такое, что Карл, Шон и Кэндалл это сводные братья и сестры. То есть у них у всех разные отцы, но это лишь мое предположение. В 1987 году Беверли теряет своего младшего сына Брайна. Кстати, о нем есть отдельное видео на моем канале, советую вам всем его посмотреть, там много чего интересного. После несчастного случая Брайн погибает и Шон обвиняет Карла в его смерти. Беверли морально в тот день теряет второго сына, так как Карл из-за трагедии переезжает в Либерти Сити. Беверли была связана с бандой Гроу-стрит, которая, как нам известно, имела под своим контролем район Гентон. Она занималась тем, что продавала баллончики с краской для парней из Гроуф, но позже магазин закрылся из-за смерти Беверли. Кстати, из-за этого в доме Джонсонах появляется оружие в виде баллончика на втором этаже. Также нам известно, что Беверли нуждалась в дорогостоящей операции, и в тот момент у семьи не было денег. Но Свит взял все в свои руки и с помощью грабежа смог оплатить матери лечение. Это, кстати, упоминается в одной из кат-сцен в игре. Субтитры делал DimaTorzok Ну что же произошло в тот злополучный вечер? Смерть Беверли Джонсон произошла в 1992 году, во время совершения драфбайна автомобиля Сабры зеленого цвета, враждебной группировки Балас. Кстати, по наводке Фрэнка Темпенни и Эдди Пуласки. На самом деле, в тот момент они должны были убить Свита. Но, как оказалось, ничего не увенчалось успехом. Свита на момент проезда рядом просто не было дома. И вскоре после совершения убийства, Свит забегает в дом, дабы посмотреть обстановку. Буквально после него в дом залетает Кэндалл, но Свит останавливает ее и не дает сестренке посмотреть на тело матери, так как выяснилось, что оно было изуродовано пулями. Кстати, об этом нас сообщает сам Пуласки на миссии Хайт Нун, так как он был на месте преступления вместе с офицером Темпенни. К сожалению, смерть Беверли была случайной. Позже она была похоронена на центральном кладбище Лос-Антоса. Никто и не хотел убивать ее. Она была любящей матерью, которая в одиночку вырастила своих детей и не желала никому зла. Но дела обстоят иначе. И мы получили то, что имеем. Именно смерть Беверли и заставляет Карла вернуться в родной Лос-Антос. Собственно, с чего и начинается сюжетная линия игры. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так и вы узнали что-то новое, будет круто, если вы поставите лайк и напишите что-нибудь в комментариях. Также подписка приветствуется. А с вами был Хик. Всем удачи и пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok